Продолжим тему с нашим гостем, президентом клуба «Металлург» Валерием Нифантьевым. Здравствуйте, Валерий Георгиевич. Добрый день. Ну и начнем с традиционного вопроса. В общем, как игроки пережили период самоизоляции и в какой форме они сейчас? Ну, если так глобально подойти к этому вопросу, конечно, непросто. Потому что мы только в январе, в общем-то, начали, как у нас положено, после старого Нового года мы начинаем тренироваться. Поэтому только начали вроде входить в форму, месяц отработали. Потом началась вот эта коронавирус, пандемия, и пришлось практически на два месяца прекратить тренировочные занятия. Ну, тут, конечно, сказалось определенным образом на физической готовности игроков. Но, тем не менее, затем, когда разрешили сначала тренироваться, то мы очень активно приступили к тренировочным занятиям по два раза в день. И я думаю, что вот сейчас, к началу спортивного сезона, к Кубку России ребята подошли, я думаю, на 96% готовые для того, чтобы бороться за первое место. Кстати, о Кубке России. В участниках заявлена не только взрослая команда, но и молодежная. Кто будут соперники у ребят и почему, собственно, принято такое решение? – Коллектив команды «Металлург-2» – это наш ближайший резерв. И вот в таких ответственных соревнованиях они своим составом ни разу не выступали. А здесь просто представился случай, что Кубок России будет проходить в городе Винном. Не надо никуда выезжать, не надо тратить большие средства для того, чтобы поехать куда-то. И поэтому дома у себя решили попробовать молодежь, ближайший резерв команды «Металлург», чтобы посмотреть на них, как они будут чисто своим составом играть. Вот чисто. Никто уже помогать из наших профессоров, ни Сосницкий, ни Гусев, ни Крештопа, им помогать не будут. Поэтому будем смотреть на них, что они сами из себя представляют, чтобы, я думаю, через год, не год рановато, а через 2-3-4 года, чтобы они могли уже в полную силу заменить кого-нибудь из наших ведущих игроков в основной команде «Металлург». – А с кем будут они играть? То есть кто будет соперник? – Ну, состав тоже самый. Заявилось 5 команд с нашим. Это 4 первые команды с прошлого года, по результатам прошлого года. Это чемпионат России, это Колос Ипатова, агрокомплекс Станица-Керпийская, Краснодарский край, Ковровец, Владимирская область, «Металлург» и «Металлург-2». То есть 5 команд будет. 12-го числа, в день города, в юбилей нашего родного города, в его 55-летие, пройдет финал. Я думаю, что «Металлург», я даже не сомневаюсь, что он будет в финале, а вот «Металлург-2» может преподнести сюрприз. – К сожалению, в этом году не удалось провести чемпионат Европы в «Видном». Какая-то сейчас работа ведется в этом направлении? – Подготовка была очень серьезная, уже начата серьезная подготовка. Было уже принято распоряжение главы, составлен план мероприятий по подготовке, назначены ответственность лица и сроки исполнения. И много надо было сделать, и уже начали делать. Но, к сожалению, вот так свершилось, что пришлось, Международная Федерация пошла к нам навстречу и не совсем отменила в городе «Видное», а перенесли на 2021 год. То есть с 6 по 12 августа 2021 года должен состояться очередной чемпионат Европы в городе «Видном». – Так, ну будем ждать. Ну и, в общем, напоследок, сейчас у вас такая возможность обратиться к нашим телезрителям и лично пригласить на будущее соревнования. – Дорогие зрители, дорогие наши болельщики, большой был перерыв, большой был перерыв, и нельзя было на стадион переходить. Но сейчас, опять же, разрешили, правда, не полностью стадион, но, по крайней мере, 50% мы имеем право зрителей пускать. Поэтому приходите, играть с полными трибунами, когда вы болеете за ребят, конечно, гораздо приятнее. Поэтому вас очень ждем. 8-го, 9-го, 10-го – отборочный этап, 11-го – два полуфинала, и 12-го в 15 часов – финал Кубка России. – Спасибо большое, Валерий Георгиевич. А я напоминаю, что мы беседовали с президентом спортивного клуба «Металлург» Валерием Нифантьевым. И к другим новостям. Продолжение следует...